Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. В этот день по всей стране проходят торжественные митинги. Они посвящены памяти погибших воинов, чьи имена не удалось восстановить. Эти солдаты находятся в братских могилах, либо числятся пропавшими без вести. Ну а что произошло в нашем городе, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. А это уже ветвь прошёл. Как вы стоите на страже наших границ? Во все времена вы были преданы нашей родине, защищали её. В Росхавле открыли памятник воинам-пограничникам. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 109 сообщений о происшествиях. Сводка криминальной обстановки в городе. Мы чувствуем, что делаем доброе дело. В городе прошла акция ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В Смоленске начали создавать православный туристический маршрут. Называется он «Жемчужное ожерелье Святой Руси». Проект был разработан Смоленской митрополией и презентован на конференции Всемирного русского народного собора. Кроме Смоленска в маршрут будут включены Псков, Великий Новгород, а также три приграничных города Республики Беларусь – Могилёв, Витебск и Полоцк. 2 декабря в Росхавле в сквере памяти погибших воинов состоялось торжественное открытие памятника пограничникам всех поколений. Его приурочили к столетию со дня образования пограничных войск. Подробности в сюжете Виталия Волкова. Смоленская область в разные времена стояла на страже рубежей страны и сегодня является приграничным регионом. Именно Смоленщина принимала на себя первые удары наступающих армий противника во всей эпохе. Героическими были и подвиги солдат-пограничников, как в военное время, так и в мирное. В связи с этим в этом году приняли решение о создании и установке памятника. На общем постаменте расположен пограничный столб с гербами СССР и Российской Федерации. Рядом с ним плита с изображением карты России, щита с силуэтом пограничника в дозоре и надписью «Государственная граница священно и неприкосновенно». Это память тех, кто отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Это те, которые сегодня служат и охраняют наши рубежи, нашей Родины. В сквере на открытии памятника присутствовали делегации соседних районов области, ветераны пограничной службы, военнослужащие, а также все те, кто в разные годы служил в пограничных войсках. Торжественные обстановки лучших сотрудников погранслужбы за достигнутые результаты и в честь столетия ведомства наградили нагрудными знаками и благодарственными письмами. Я поздравляю вас с праздником и рад, что открылся памятник на вечном огне, что мы чтим и любим традиции наших дедов, прадедов. Собравшиеся почти лиминутой молчания память пограничников, погибших при исполнении служебного долга. Благочины Россовского округа протеерея Михаил Гольцман провел молитву возле памятного знака, которому затем участники церемонии возложили цветы. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 30 ноября в Смоленске состоялось открытие памятной доски народному артисту России, основателю Смоленского русского народного оркестра Виктору Павловичу Дубровскому. В этом году народному оркестру исполняется 30 лет. Неповторимый облик оркестра сложился из созданных маэстро программ, сочетающих народные мелодии и произведения русской и мировой классики. Талант и умения, фантазия художника и духовная сила поражали публику, так писали в зарубежной прессе. Он сотрудничал с выдающимися советскими музыкантами Святославом Рихтером, Мстиславом Ростроповичем, Давидом Ойстрахом и Леонидом Коганом. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет начальник тыла отдела МВД по Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 109 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 72 административных права нарушения, в том числе 53 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. Смоленский суд вынес приговор по резонансному делу. В июне 2018 года город потрясло известие о найденном в шкафу теле пенсионерки. Труп обнаружили около мусорных контейнеров на улице Соколовского в Смоленске. Сотрудники полиции изучили видеозаписи, где видно, как к мусорным бакам подъехала грузовая машина, из которой двое мужчин и женщина выгрузили шкаф. Сыщики установили, кому принадлежит автомобиль, а также личности грузчиков. Было установлено лицо, причастное к преступлению. Им оказалась 57-летняя племянница потерпевшей. Приговором суда женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Названные российские регионы с наиболее высоким уровнем заработной платы передает РИА Новости. Как отмечается, в тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Ненецкий автономный округ. По информации агентства, на четвертом месте по уровню зарплат находится Магаданская область на пятом – Москва. Самая низкая оплата труда зафиксирована в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа. Средняя зарплата в России в 2018 году составляет более 26 тысяч рублей. 1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ и СПИДа. В преддверии этой памятной даты волонтеры города провели просветительскую акцию. Ребята провели акцию в центре города. Традиция проводить такие мероприятия зародилась уже давно. Они раздали буклеты десногорцам с информацией, что такое ВИЧ и СПИД и как он передается. Хочется людям давать больше информации, чтобы они знали об этом. И как бы интересно. И хоть даже холодно на улице, но все равно позитивно. Мы чувствуем, что делаем доброе дело. Мы раздаем листовки, чтобы люди были осведомлены и информированы о способах распространения и смогли себя защитить. Мы призываем вас вести здоровый образ жизни и следить за своим здоровьем. Волонтеры, которые приняли участие в акции совместно с сотрудниками Центра культуры и молодежной политики, надеются, что рано или поздно появится лекарство или вакцина от этого заболевания. И коротко о погоде. 4 декабря будет дождь со снегом, днем плюс один, ночью ноль. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте disney.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами.